Месяц назад мы рассказывали историю Шулпан Есекеева из города Семей. Женщина уже два года не может получить свои заработанные деньги. Бывший работодатель задолжал ей около 300 тысяч деньги. Работа была вахтовая. Позже женщина узнала, что ей не только недоплатили, но и не делали отчислений в пенсионный фонд. Шулпана вращалась и в суд, и к юристу, но все было тщетно. От отчаяния она написала в нашу программу. Редакция народного контроля по ее проблеме отправляла официальные запросы в государственные органы. И вот недавно мы получили разъяснение от Министерства труда и социальной защиты населения. Учитывая то, что у нее есть судебное решение, никакие госорганы, кроме Министерства юстиции, не вправе присваивать деятельность суда. То есть никто не может оспаривать. Либо в высшестоящем суде, либо судебным исполнителям нужно обратиться. И в данном случае. В случае нарушения трудовых прав, это, к примеру, Шулпан Есекеева, в случае его нарушения, в части несвоевременный выплат зарплаты и так далее, или таких нарушений, им нужно обратиться в местный орган по инспекции труда. А в случае неперечисления, обязательно пенсионных взносов или социального отчисления работнику, то нужно им обратиться в полномочный орган в сфере финансов, это государственное управление государственным доходом на местах которых. Возможно это возмещение ущеба? Да, возможно, поскольку в рамках закона они должны осуществить проверку органов государственного дохода. И, соответственно, по результатам проверки, в случае выявления нарушений со стороны работателя, они примут меры и, соответственно, выйдут предписание работателю о устранении тех или иных допущенных нарушений. В соответствии с трудовым законодательством, заработная плата должна поступать на счета работников не позднее 10 числа каждого месяца, следующего за отработанным. Правда, социальные отчисления могут производиться позже этой даты. С начала года было зафиксировано 24 тысячи обращений казахстанцев по трудовому законодательству, а выявлено всего нарушений чуть более 11 тысяч.